Кипяток бежит и на юго-западе города. Горячий источник бьет уже полторы недели. Но коммунальщики к аварии отнеслись прохладно. Место порыва раскопали и на этом остыли. Теперь в жар бросают водителей. Парит так, что дороги не видно. С горячим приветом к ремонтникам поспешил городской дозор. Эту яму раскопали для устранения аварии еще недели назад. Но с той поры ремонтников и след простыл. А все это время из поврежденной трубы хлещет кипяток. А окрестности заволокло паром. Поэтому водители и пешеходы, которые день бродят, как в тумане. Страшно всем. Вот сейчас вот я шла и пар мне в лицо. Я думаю, если я через дорогу бы шла, так уж точно бы вообще ничего не видать. Точно. Пар, он мешает. Аварийную службу у ямы видели. Вот только чинить трубу никто не торопится. По словам местных, рабочие приедут, посмотрят и опять растворяются в дымке. У жителей уже накипело. Деньги регулярно это самое берут. Услуги оказывают очень плохо. И мало того, что дворники не работают. Вот это вот еще раскопанное. Все это самопарит. И все, значит, идет тепло. Все идет наружу. А Любовь Федоровна, как старшая по дому, от слов перешла к делу. Попыталась найти ответственных и призвать их к ответу. Директор управляющей компании ее обнадежил. Он мне сказал, что у нас в пятницу отключат воду, горячее отопление, поскольку вот эту каналу СТК должен закапывать. Я написала для жителей объявление, что не будет отопления. Бегаю, смотрю, никакой реакции. Сегодня мы с активисткой объединили усилия. Женщина нашла крайнего, а мы выяснили, почему ремонт никак не завершается. Ну что раскопали, в морозе нам не разрешили, город не дал их ремонтироваться. Вот с завтрашнего дня заявка, пока тепло сейчас настало. Завтра ремонтируется, их все исправят, не закопают. На время работ в близлежащих домах планируют отключить горячую воду, а отопление переключить на резервный трубопровод. Правда, ремонтники обещают устранить аварию в течение дня. Юрий Шумков, Алексей Богданов, Городской дозор.